Решение завести ребенка – одно из самых важных в нашей жизни. Поэтому к пополнению в семействе стоит подготовиться заранее. В Северской центральной районной больнице уже пять лет работает отделение женской консультации. Но не все знают, что сюда можно обратиться не только при беременности, но и при ее планировании. Первое – обратиться к врачу-акушер-гинекологу, к врачу-терапевту. Мы даем также рекомендации пройти обследование у врача-стоматолога и лор-врача. С какой целью это делается? Выявить какие-либо хронические заболевания и провести санацию очагов инфекции, если таковые имеются. Потому что любая инфекция может спровоцировать прерывание беременности как на ранних сроках, так и спровоцировать преждевременные роды, осложненное течение беременности, задержку развития плода и так далее. Проводится сбор анамнеза, когда выясняются практически все моменты жизни данной пациентки, составляется план ведения, проходят общеклиническое обследование, это в обязательном порядке, на нашей базе. Специалисты женской консультации проведут важные лабораторные исследования, а также могут назначить дополнительный прием витаминов и минералов. Дозу и длительность приема подберет врач. В первую очередь назначается фолиевая кислота. Прием ее, конечно, должен начаться парой, которая планирует беременность, за 3-6 месяцев до планируемого зачатия. Фолиевая кислота снижает риски врожденных пороков развития у ребенка, таких как нервные трубки, сердечно-сосудистые системы и другие. Если беременность уже наступила, тянуть с визитом к гинекологу точно не стоит. Очень важно как можно раньше встать на учет, чтобы предотвратить возможное осложнение. Если пациентка своевременно обратилась к доктору, составляется индивидуальный план, возможно, какое-то более расширенное обследование, вплоть до направления пациентки в краевые больницы. Заботятся в консультации и о психологическом здоровье женщины. Ведь моральная готовность к беременности и родам, настрой на благополучный исход очень важны. В нашей женской консультации функционирует кабинет медико-социальной помощи женщинам. В том числе у нас работает медицинский психолог. У нас есть социальный работник, который разъяснит женщинам их возможности по социальной поддержке государства, куда можно будет обратиться. И есть еще такая помощь женщинам, которые оказываются в какой-то трудной жизненной ситуации. Я думаю, что это немаловажно. Кроме этого, с нами работает юрист, который сопровождает женщин именно по юридическим каким-то вопросам, дает им какие-то рекомендации. Но оказывается, им достаточно хорошая помощь. По статистике, больше половины женщин на учете в женской консультации Северского района ждут третьего и последующих детей. Немалую роль в решении стать многодетной семьей играет поддержка государства. Врачи женской консультации, акушер-гинекологи, конечно, заинтересованы в здоровье наших женщин, в благополучном исходе беременности каждой пациентки. И нашим женщинам, конечно, бы хотела сказать, сделайте выбор в пользу здоровья. Обратитесь своевременно к вашему врачу-аккушер-гинекологу. И организм не замедлит вас отблагодарить. То есть это будет и крепкая семья, здоровые дети. Ну, это ли не радость на сегодняшний день? А государством принимаются все меры, чтобы наши мамы имели поддержку. Начиная от социальных выплат, бесплатная медицинская помощь, которая есть полностью обследование. На сегодняшний день у нас все, что необходимо для обследования беременной женщины, у нас есть для этого все возможности.